Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Ринка Мискик. Меня зовут Ирина. И сегодня 30-е, 31-е января будет завтра. В общем, пустые баночки выходят за собой у меня сегодня на повестке дня. Если вы любите такого рода видео, тогда заваривайте кружечку с чая, усаживайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра и пойдемте смотреть, что же у меня накопилось за январь месяц. Первое, с чего хочу начать, это с того, что у меня получилось достаточно много продуктов. И есть продукты, на которые я хочу прям как можно больше сакцентировать внимание и рассказать вам как можно больше. Мне кажется, именно окончательное мнение о продуктах, и если о нем рассказать более развернуто, то у вас будет хоть какая-то примерная картина, стоит его брать или нет. Поддержите меня пальчиком и пишите в комментариях, как вам такая идея. И если видео будет получаться длинным, я его разделю на две части, чтобы слишком долго не затягивать. И тоже интересно узнать ваше мнение. Вам нравятся короткие видео или мои 45-минутные пустые баночки? Прямо как знаете, сели и полный фильм посмотрели. Ну что, хватит болтать, поехали. Начну, наверное, с тех продуктов, на которые очень долго не хочу акцентировать внимание, но они у меня закончились, они мне понравились, и я, наверное, могу вам их посоветовать. У меня закончились вот такие вот влажные, освежающие салфетки на бамбуковом волокне от бренда «Я самая». Могу сказать то, что мне очень сильно они понравились. Да, достойный продукт, хорошо пропитанный, замечательно. Можно одной салфеткой очистить полностью кожу рук, протереть что-либо, и вообще очень мне понравились данные салфетки. Удобное полотно, и я, скорее всего, буду их покупать и дальше. Следующее, что у меня закончилось, это такие вот ватные диски «Я самая» мягкие и нежные. Могу сказать, мне, я их покупала на акции, была как раз хорошая акция, я их взяла со скидкой хорошей. Мне они приглянулись. С одной стороны гладкие, с другой они рельефные, они достаточно тонкие. Когда вы распределяете, допустим, протеряете лицо тоником лосьоном, данные влажные ватные диски, они не расползаются на волокна. Вы знаете, есть такие не очень качественные ватные диски, которые, когда вы начинаете протирать, такие прям волокна на лице остаются. С этим такого же нет. Но единственный минус, наверное, у них это то, что их нельзя разделять на двое. Но девочки меня тоже поймут, иногда хочется взять один ватный диск, разделить его на двое, и что-то с ним, к примеру, сделать какой-то макияж глаз. Я так, по крайней мере, раньше делала. Сейчас так уже не сделайте, они достаточно тонкие, удобные, и индивидуально пользоваться нужно каждой, не разделяем. Следующее, что у меня закончилось, и я сейчас буду ругаться, прям очень сильно ругаться, я буду кидаться камнями, плеваться ядом в бренд Skinlight. Объясните мне, пожалуйста, данный бренд, что вы подразумевали, что вы хотели добиться от данного наборчика, от данной сошетки, где здесь у нас есть смягчающий гель для душа, тонизирующий скраб для тела и увлажняющий питательный лосьон для тела. Какую часть тела вы хотели, чтобы девушка, женщина им помыла, начистила и увлажнила? Я так не поняла, потому что я не скажу, что я большая девочка, но, допустим, гель для душа мне хватило им помыть одну ногу, намылить, и часть живота, знаете, буквально чуть-чуть до груди. Скрабом вот этим вот, тонизирующим скрабом для тела, только два полушария попа мне получилось помассажировать, и то как сказать, я не поняла, там, знаете, вот какой-то скраб из той серии, как бы мне навредить, знаете, вот как бы не навредить, побыл чуть-чуть, вроде бы как бы скраб и все, не более того, для, наверное, деток. Ну, я люблю такие, знаете, чтобы скраб реально проскрабировать все поры. И увлажняющий лосьон, питательный лосьон для тела. Но это, знаете, это сказка, я им только смогла увлажнить две ноги, все. Ну, это прям рекорд, две ноги реально, вот, до ляшечек, вот ляшечки, икры, коленки я им увлажнила, все, больше этого продукта не хватает дальше, вы понимаете, то есть это вот какой-то, я не знаю, что подразумевал, производитель, я не поняла, серьезно, по 10 миллилитров каждого продукта, но что-то как-то подкачал, мне не понравилось. Мне это подарили, я могу сказать, на свои деньги, покупать точно не советую, так что отвратный, непродуманный продукт. Следующее, что у меня закончилось, у меня уже, у него даже есть маленький обзорчик, у меня в инстаграм, если вы не подписаны на меня в инстаграм, конечно же, подписывайтесь. Буду рада новым знакомствам, новым друзьям, и там я стараюсь всегда намного быстрее, чаще отвечать. Это вот такая вот серия, мне попадалось это в коробочке, это Бон Ю, по-моему, это профессиональная корейская косметика, она у меня здесь с экстрактом золотого женьшеня, шампунь тоже вот такого же цвета золотого, могу сказать только одно, Данная парочка меня впечатлила, и мне захотелось купить полноразмерные продукты и пройти курсом. Почему? Сейчас объясню. Шампунь отлично очищает, отлично пенится, и он очищает даже масляные маски. И это реально круто, серьезно, потому что не каждый шампунь может смыть масляную маску. 10 мл мне хватило на полноценное мытье волос моей длины. В данный бальзам-кондиционер, я не знаю, как его назвать, специально уход за волосами написано, мне хватило его только нанести на корни головы, и могу сказать, сам производитель рекомендует его наносить на кожу головы, то есть на корни и на всю длину. Мне не хватило 10 мл, но я, так скажем, воспользовалась им на корни. Могу сказать, данный дуэт хорошо освежает кожу, хорошо освежает подкорку, так скажем, скальп. Мне нравилось то, что волосы были блестящие, рассыпчатые, они хорошо расчесывались. В течение двух дней у меня было ощущение чистой головы, на третий день я волосы помыла. Мне понравилось, могу сказать. Единственный минус это вот эта противная какая-то травянистая, какими-то приправами пахнущая линейка. Но могу сказать, как бы если все-таки эффект будет от этого дуэта в дальнейшем после использования продуктов, то можно потерпеть. А вообще эта линейка направлена для того, чтобы восстановить выпадение волос, стимулирует рост волос, уменьшает перхоть и снимает зуд, восстанавливает и убирает дискомфорт кожи головы. Мне кажется, заявление прям мега круто. Еще раз говорю, размышляю о покупке данной линейки. И, конечно же, если куплю, вам об этом расскажу. Следующий продукт, которого тоже было 10 мл, это у нас Медес. Мне выдавали пробнички за покупочки. Он у нас предназначен для восстановления. Это восстанавливающий кондиционер с кератином для поврежденных волос. Я его наносила после обычного шампуня, которым я пользовалась, на всю длину. И что могу сказать? Я его нанесла, выдержала, по-моему, минутки 2-3, даже как масочку его подержала. Думала, ну уж восстанавливающий, склят, как мне там все восстановит, восстановит. Нифига, там не было, простите за мой английский. Было только одно, что присутствовала одушка данного кондиционера на волосах, а эффект расчесывания элементарно, чтобы я могла расчесать длину, я этого не увидела. Но вообще, то есть, что наносила я кондиционер, что не наносила, не было никакого легкого расчесывания, никакого-то восстановления питания. Вообще, дружок, который себя показал с самой лучшей стороны, поэтому вообще даже на него внимания не хочу обращать. Следующий продукт, который у меня оставил вот такое вот мнение двоякое, это продукт от Ифраше, это их новинка. Это ночная маска для восстановления волос, которая приображает сухие и поврежденные волосы. Здесь его 6 мл. Наносила я его на ночь, и могу сказать только одно, девчонки, мои волосы его прям так вот хоп, схомячили, и наутро я мыла волосы лишь только потому, что я, как раз у меня были корни не сильно свежие, я хотела еще просто длину во сне в течение ночи попитать. Могу сказать, почему двояко, потому что производитель вообще говорит, его нужно наносить на ночь и не смывать. Такая, ну, это такой, знаете, вот маска-кондиционер, которая не смывашка. Но что могу сказать? В принципе, когда я нанесла, когда я помыла волосы, нанесла какой-то там бальзам, я не помню, что там я наносила на себя, или вообще я наносила, если на себя что-то, либо маска у меня была, но не суть. В общем, волосы у меня расчесывались очень круто, они были такими очень приятными и мягкими на ощупь. Конечно же, восстановления за раз у меня никакого такого не было, но я подумываю купить полноразмерку, чтобы полностью ее потестить, потому что все-таки не навредил, и какое-то, знаете, такое непонятное было ощущение. Очень, кстати, пахнет вкусно орешками. В принципе, понравилось. Но еще раз говорю, если будет хорошая скидка в инфрашей, то в этом случае я его прикуплю. Следующее, что я начала пользоваться, и уже использовала один пробник, начала пользоваться второй, и хочу первые какие-то ощущения о нем рассказать, поделиться с вами. Это восстанавливающий уход за кожевый круглаз от Herborian с женщинами. Он нам обещает то, что он подходит для всех типов волос. При первых признаках старения сокращает темные круги, отечность под глазами, заметно улучшает состояние кожи. Могу сказать, у меня генетическая расположенность к тому, что у меня кожа вокруг глаз она сухая, и у моего папы, у моей мамы, вот эта вот зона, вот тут, где вот эти вот кусиные лаки, то есть они у нас как бы так генетически заложены в форма глаза такая. И у меня вот эта вот зона, она всегда кажется, знаете, вот мне кажется, что она с морщинками, когда я улыбаюсь, они появляются. Мне всегда хочется кожу более напитать, чтобы, знаете, не было заломов, чтобы кожа была вся в таком хорошем состоянии. Почему? Я, собственно говоря, люблю подобные продукты. Использовав вот эти вот полтора миллилитра, я мне пользовалась буквально, наверное, дней 5-6, могу сказать только одно. Хорошо впитывается, хорошо питает, достаточно хорошо увлажняет, я им пользовалась и утром, и вечером. Хороший эффект, не было отечности, не утяжеляет взгляд, не было никакой припухлости на утро. Достаточно хороший продукт, надо сказать, что он убирает темные круги, пока я этого не заметила, сказать, чтобы что-то убирал. Ну вот у меня вот есть проблемка вот этого припухшего, вот, скажем, зоны под глазами, у меня остался один вот этот вот глаз. Просто рождение Кирилла дало себе знать, просто как бы ночью не высыпалась, и вечная нагрузка как бы дает определенный отпечаток. Но я надеюсь, что, попытая удачу вот с этими пробничками, может быть, он мне вот эту вот припухлость уберет и подтянет эту зону. Но, в принципе, пока у меня о нем ничего плохого нет, не навредил. Следующее, что мне понравилось, точнее, что мне не понравилось, это вот такой вот пробничек от Доктор Хаушки. Вообще, мне бы хватило только нанести на икры, на икровые мышцы ног, да, так же назвать можно. Здесь его 5 мл. Это бодикрем, который у нас, я не знаю, для чего предназначен, но он идет с ароматом розы. Почему я останавливаю на нем свое внимание? Во-первых, мне его хватило, тут 5 мл. Мне хватило на его намазать, только на 2 икры. Показываю вам только потому, что у него дикая, просто дичайшая одушка розы. Она прям душит, она прям, знаете, такой, это мне же кислорода не хватало. В общем, я его нанесла, наверное, через минут 20 я пошла просто это смыла, потому что мой муж, он рядом находился и говорил, господи, иди убери этот аромат, что ты намазала, иди смой. Но невыносимо воняет чем-то непонятным. Не роза, я не сидела в саду, и от меня не пахло мне розой. Чем-то было катастрофически вонючим, и мне кажется, даже немножко пряным. Вот такая, знаете, пряность какая-то в нем есть, мне не понравилось. Производитель бренда Доктор Хаушка, я первый раз познакомилась с вашей продукцией, утихомерьте одушку вашей косметики. Это просто дикое, ужасное. Так, следующее, на что хочу обратить ваше внимание, это на патчи от бренда Purider. Мне они понравились как увлажняющие патчи под глаза. Вообще, производитель обещает нам то, что здесь маска, обогащенная витамином Е, фитоколагеном, экстрактом зеленого чая, улучшает кровообращение, бережно увлажняет за областью вокруг глаз, эффективно разглаживает морщинки, снимает отечность и устраняет темные круги под глазами. Темные круги под глазами он не убрал. Отечность, наверное, отчасти, если их держать в холодильнике, но что не отнять у этого продукта, это его увлажнение зоны под глазами. Ну, серьезно! Так классно увлажняет, что это у меня уже закончилось, если бы купила новую уже упаковку. Тот, кто подписан на меня в Инстаграм, вы знаете, какой у меня курьез произошел с данными патчами. Их было тут не 30 штук, то есть не на 2 недели использования. У меня тут их было 29 штук. Так что вот так вот производитель один патч не положил. Но мне понравились они, я повторила их снова. Смело могу посоветовать девочкам, посоветовать тем девочкам, у кого вот эта вот зона под глазами, так же, как у меня, сухая. Если вы хотите каждое утро просто добавить увлажнение этой зоне, такую как сыворотку под глаза, чтобы можно было дальше наносить крем, я могу сказать вам, можно этот продукт попробовать. Следующий продукт, который мне очень понравился, своя тушка, следующий продукт, который успокоил мою кожу в тот момент, когда она была воспалена после чистки косметолога. Если вы не смотрели данное видео, конечно же, заходите, смотрите. Проходите у меня на канале в январе месяце, наверное, числа 2-го, либо 1-го числа, наверное, 1-го числа, я сделала себе маску от бренда Стэмбланк. Она идет у нас, омолаживающая маска с экстрактом розы. Но почему я ее сделала? Потому что производитель нам обещает, что здесь маска содержит розовую воду, дамасской розы, которая успокаивает раздраженную кожу естественным способом, восполняет недостаток влаги, сухости. Ну, так же и омолаживает. Девчонки, серьезно, успокоила. У меня кожа, как вы знаете, была в диком состоянии, и я не могла. У меня вот эта вот вечно, вот эта краснота, какая-то чуть-чуть припухшесть, вот эта вот была. И знаете, вот это вот дикое жжение, какое-то чувствительность кожи, это просто аховое состояние. Сделала эту маску, чтобы чуть-чуть ее увлажнить, потому что на ту мою кожу, которая у меня была еще тогда, 1-го января, ну, нельзя было на какие-то сильно увлажняющие, тяжелые крема наносить, эти масочки такие, это очень даже, знаете, мне нравится делать на такую кожу. И мне понравилось, как она увлажнила, в течение 24 часов кожа была увлажненная, это хороший результат. Тут настолько приятная, нежная душка розы, когда я наносила данную маску на лицо, я могу сказать то, что мне было очень приятно, прям очень-очень приятно. И мне было такое ощущение, что у меня где-то в углу комнаты стоит букет роз, вот это, знаете, легкое туновение, вот это присутствует, приятная очень, очень хорошо пропитанная лекала, которую здесь, данной маски хватит реально на полноценный раз, хорошо впитывается, кожу хорошо воспринимает, замечательно, когда вы снимаете эту маску похлопывающими движениями, вы вбиваете эту сыворотку, буквально несколько минут, есть липкость, потом она уходит и увлажнение остается. Нет никакой пленки на лице, максимально все впитывается. лекала выглядит вот так вот, минус лекала заключается в том, что это очень маленькая лекала, его хватает не на все, не на все лицо, и это, конечно, не очень хорошо, потому что все мы девочки разные, лучше чуть-чуть побольше, чем совсем уж маленькая, так что это единственный минус, но так всецело, мне очень сильно понравилось, не было никакого раздражения, не было никаких подкожников, высыпаний, не было никакой реакции, аллергическое покраснение, либо еще что-то наоборот, хорошо успокоиваю кожу данная маска. Следующая маска, и это последняя тканевая маска, которую я хочу вам сегодня показать, это та маска, которая просто взорвала у меня представление маски, знаете, дудуфу, представьте себе сейчас, как взрывается атомная бомба, и вот этот вот гриб, у меня было то же самое, когда я воспользовалась данной маской, и это я сейчас вам говорю о бренде доктор Джарт, Джарт, его маска Vital Hydra Solution, которая вот такая вот, капсула красоты с гиалуроновой кислотой. Девочки, это, это что-то, серьезно, я знаете, я когда я нанесла эту маску, я так думаю, ну, посмотрим, что он там увлажнит, там, ну, максимум, там, часа 24, да, сегодня вечером сделала, утром встану, у меня еще будет кожа увлажненная, и все, то есть, повлажняю кожу во сне, три дня у меня была увлажненная кожа, три дня, мне не хотелось никакого крема, три дня, это было вообще просто, это рекорд использования масок, мне кажется, маска, она идет, прикреплена вот к такому полиэтилену, такому смешному, пупырчатому другану, сама масочка очень тоненькая, но это единственное лекало, которое легло по моему лицу, вот серьезно, легло по моему лицу, полностью прилегало, и каждая клеточка, каждый сантиметр, сантиметр моего тела, они напитывались данной маской, маска очень хорошо впиталась, увлажнила кожу, еще раз говорю, в течение трех дней у меня было это состояние увлажненности, реально напитанная, увлажненная кожа, которая, знаете, необычайно мягкая, гладкая, мне очень сильно понравилась, вот прям мега классно, единственный минус данной маски, она стоит дико дорого, но для тканевых масок, это очень дорого, но мне кажется, и все-таки, если пройти, к примеру, курс этих масок, то можно какой-то результат добиться, если у вас, так же, как у меня, дико обезвоженная кожа, так что вот так вот, мне очень сильно понравилась, и если у вас позволяет бюджет, я вам могу смело посоветовать приобрести себе данные маски, и так, и еще одну масочку, которую я хочу вам сегодня показать, эта маска будет у меня от Сибирского здоровья, увлажняющая маска для обезвоженной кожи, выглядела коробочка вот так, вот это обычная такая масочка в чубике, я вам неоднократно показывала ее в своем инстаграм, могу сказать, что нам обещает производитель, что здесь самые активные, активные экстракты, и это у нас масло ши, виноградных косточек, кукуруза, экстракт джиншени, облепихи, радиолы розовые, экстракт бодяги, вообще, для меня вот эта маска была именно открытием, в плане того, что она неплохо осветляет постакнешки, я ей, когда у меня после чистки косметолога, у меня остались постакнешки, и я периодически, раз, так скажем, либо два раза в неделю, я стала делать вот эту вот масочку, ее нужно наносить толстым слоем, для того, чтобы был эффект, и держать ее 15-20 минут на лице, немножечко она осветляет постакнешки, за счет того, что здесь присутствует масла, она ее не увлажняет в большей степени, а питает, и так как у меня не очень большая любовь с маслом ши, я эту маску потом хорошенько-хорошенько смывала с лица, чтобы, не дай бог, у меня нигде никакая опора не забилась, но от того, что здесь присутствует бодяга, все-таки постакнешки, веснушки какие-то, она чуть-чуть осветляет, так что, если у вас есть проблема постакнешек, каких-то, знаете, незначительных, и ваша кожа нуждается в увлажнении и питании, могу смело вам посоветовать вот эту вот масочку, от сибирского здоровья, увлажняющая для обезвоженной кожи, мне понравилось то, что не вызвало подкожников, не было раздражения, не было ничего такого, чего бы я могла сказать, не брать эту маску, мне очень понравилось, она такого, знаете, пахнет не какими-то ягодками, а какими-то кремами и травой, я бы сказала, но в принципе, очень даже неплохая маска, смело могу вам ее посоветовать, ее, мне кажется, можно использовать как в молоденькой коже, лет так в 16, и постарше девочкам можно ее использовать для того, чтобы бороться, еще раз говорю, бодяга, она просто хорошо высветляет и стимулирует работу клеток, насколько я помню, и хорошо дает микроциркуляцию, тем самым кожа намного быстрее, лучше впитывает активные ингредиенты данной маски, но мне просто понравилось, серьезно, мне просто понравилось, я смело могу вам ее порекомендовать, так, следующая часть вы увидите в следующем ролике, потому что я наболтала уже на 20 минут, всех люблю, целую, переходите на вторую часть, увидимся с вами в скором будущем новом видео, я желаю вам красивой, ухоженной кожи, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео, и, конечно же, не забывайте подписываться на мой инстаграм, чтобы не пропустить там какие-то первые впечатления об эмоциях, и, конечно же, жду ваших комментариев и лайков, поддержите меня, интересно узнать ваше мнение, если вы чем-то пользовались, то, что я вам показала, рассказывайте свое мнение, будет интересно послушать также вас. и, конечно же, спасибо за просмотр!